В этом году хоккейный клуб «Ямау» присоединился к спортивному бренду «Факел». Огненная форма, обновленный состав команды и второе место в турнирной таблице конференции «Запад». Для полной заливки поля с нуля до рабочей поверхности в 5 сантиметров требуется 140-150 тысяч литров воды. Чаще всего заливают горячую воду, потому что она ровно растекается и плавит все снежные крошки. Немного хоккейной статистики. В команде «Факел» 30 игроков, 16 нападающих, 10 защитников и 4 вратаря. Каждый хоккейст на вес золота. Лучшим бомбардиром команды на данный момент является ее капитан Иван Павлюк, набравший 28 очков. Ваня начал заниматься хоккеем с 5 лет. В хоккей меня привел отец мой, и он сам занимался хоккеем, и я пошел по его выступам. Состав команды вновь обновится в следующем году, уже по возрастным показателям. В НМХЛ играют парни до 21 года. Какое будущее у старичков? Думаю, у них поступят предложения, там высшая хоккейная лига, либо же в ХХЛ, как ребята себя проявят. В хоккей, как известно, играют настоящие мужчины, которые способны подставить дружеское плечо. Сплоченная семья «Факел» — это прежде всего про поддержку. Челлендж с футбольным мячом вы, конечно, провалили, но на льду вы огонь. С днем хоккея! Только вперед! В хоккей играют настоящие мужчины! С днем хоккея! Всех с днем хоккея! Ура! Ура! Средняя скорость полета шайбы — 100-110 км в час при максимальном броске — 170 км в час. Например, в 2011 году российский хоккеист Денис Куляш установил мировой рекорд. Он забросил шайбу со скоростью 177 км в час. Какой хоккей без фанатов? Лея с «Факелом» не только на играх. Девушка ведет группы команды в социальных сетях и снимает видеоролики. Просто хоккея его невозможно не любить. Это прекрасная игра, прекрасные люди, команда и невероятные эмоции. Затяжных праздников у спортсменов не бывает. Уже завтра огненные сыграют на домашнем поле с самым сильным соперником в конференции «Запад» команды «Юнисон Москва». «Факелу» очень нужна поддержка болельщиков. Юлия Шнайдер, Валентин Хатанзеев. Время и мало.